Всем привет! Сегодня у нас топ из 8 лучших ТВ-приставок с Алиэкспресс, актуально на 2021 год. С вами канал Пандорум, и мы начинаем! Ну а открывает наш топ Таникс ТХ9С. Приходит всё в простой коробочке. На задней её части расписаны всевозможные комплектации. Дабы не возвращаться к этому в дальнейшем, вот вам вся информация. Первая комплектация идёт с 1 ГБ оперативной 8-строенной, вторая 2-оперативной 16-строенной, третья 3-32 и четвёртая 4-64. Комплектация в целом ничем не отличается от предыдущих моделей этой ТВ-приставки. Также можно сказать и про пульт. Он тут максимально простенький, кнопки не программируются и работает он от батареек. Все интерфейсы приставки разместили на одной грани. Тут разъём питания, HDMI 2, USB 2.0, слот для SD-карт, слот под интернет, а также кнопочка Reset. В целом сборка неплохая, а материалы корпуса очень даже приятные. Главный экран очень простой и приятный, как и само управление. Несмотря на то, что это одна из самых бюджетных приставок, она справляется со всеми возможными кодеками, а также запускает их в 4К. Каких-либо проблем с воспроизведением не обнаружилось, разве что если пытаться запустить 4К видео с очень высоким битрейтом. Bluetooth здесь работает отменно, а вот Wi-Fi-приёмник здесь всего одноканальный. Радует то, что приставка не особо греется даже в сложных условиях. Температуры достигают всего 75 градусов, то, конечно, не суперидеально, но для бюджетника вполне неплохо. Ещё по функционалу можно встретить немало мелочей, которые в сумме будут оставлять лишь положительное впечатление. В целом приставка покажет себя хорошо, так что я её рекомендую. На седьмой позиции Wontor X1. Приставка продаётся под брендом Wontor. На верхней части коробки отпечатан яркий логотип X на фоне языков пламени. В комплекте тут приставка, блок питания, пульт, HDMI-кабель и инструкция. Пульт дистанционного управления тут самый простой с инфракрасным передатчиком. Из интересного присутствует режим мышки, который включает на экранный курсор и позволяет перемещать его при помощи навигационных кнопок. Внешний вид у приставки агрессивный и повторяет оформление коробки. Огромная буква X на фоне языков пламени. На лицевой части есть миниатюрный экран, на который во время работы приставки выводится текущее время и различная полезная информация в виде значков. Экран этот не слишком яркий, поэтому просмотр телевизора не помешает. Левой стороны разместили пару USB-разъёмов и слот для карт microSD. Разъёмы здесь USB 2.0, но для просмотра фильмов их скорости вполне хватает. На тыльнейшей стороне расположили разъёмы HDMI для современных телевизоров, AV для стареньких телевизоров, RG45 для проводного интернета и разъёма питания. Приставка работает на Android 10 с видоизменённым лаунчером. Для интерфейса системы прорисованы вожди разрешения. Это было сделано для увеличения быстродействия и уменьшения нагрузки при прорисовке интерфейсов. Сама приставка весьма неплоха, и за столь небольшую цену это достойный вариант. Шестую позицию забрал Transpid X88 Pro X. X88 Pro X появилась совсем недавно на рынке ТВ-боксов на Android. На своём борту она имеет обновлённую систему Android 10. Приставка выглядит очень симпатично и имеет все необходимые разъёмы на своём корпусе. Работает на базе четырёхъядерного процессора Rockchip RK3318 с тактовой частотой в 1,5 ГГц. И пятиядерного видеопроцессора ARM Mali-450. На выбор тут присутствует три вида комплектаций. Первый это два оперативные, 16 встроенные, второй это 432 и третий это 464. Они идут с разным набором дополнительных аксессуаров, но все три варианта поддерживают двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Rockchip – один из немногих процессоров, который имеет поддержку 3D, поэтому вы сможете смотреть фильмы в этом формате. Данная приставка является очень горячим изделием. Температура процессора при повышенной нагрузке игры или проигрывании 4К-контента равняется 90 градусам. При обычной нагрузке температура процессора составляет 65-75 градусов. Но особо нечего тут пугаться, сам радиатор у приставки не шумит и работает она вполне тихо. Но вот что меня действительно удивило – это параметры звука. X88 Pro X спокойно воспроизводят Dolby Digital, Dolby True HD звук. Приставка поддерживает DLNA, Miracast и AirPlay. Также спокойно можно использовать проводное и беспроводное подключение USB-устройств, мыши, клавиатуры, геймпады и тому подобного. Если планируете использовать данную приставку по максимуму, то стоит задуматься о ее дополнительном охлаждении. Пятую позицию забирает X96 Max. Приставка приходит в довольно симпатичной коробке. Внутри будет краткая инструкция по приставке, а также отдельная инструкция по использованию пульта управления. Также тут положили блок питания и HDMI кабель. Пульт здесь очень интересный, но как минимум потому, что он подключается по USB-передатчику, то есть с приставки всегда будет занят один слот USB. Сам же пульт очень приятный на ощупь, да и выглядит он хорошо. Запитывается он от двух батареек. В верхней части пульта есть светодиодный индикатор, кнопка включения и микрофон. На передней части приставки расположен светодиодный индикатор, причем бокс автоматически включается при подключении к питанию. По бокам находится парочка разъемов, слот под microSD, USB 2.0 и USB 3.0. С задней стороны имеем AV-вход, слот HDMI, слот интернет, ну и конечно же вход для подключения питания. Внизу тут четыре ножки и супермного отверстий для вентиляции. Процессор приставки получил довольно большой алюминиевый радиатор. Интерфейс приставки очень простой и наглядный. По железу в H96 Max Plus не все очевидно. Внутри установлен четырехъядерный процессор. Он довольно-таки хорошо греется при нагрузках. Его температура достигает 63 градусов. А если прям полностью загрузить приставку, то процессор разогревается до 95 градусов. Это, знаете ли, не очень хорошо, так что по-хорошему придется придумать альтернативное охлаждение. Потому что сама по себе приставка хорошая, но вот с охлаждением проблемка. Работает это все на Android версии 8.1. Проблем с воспроизведением никаких нету, но опять же такие температуры очень не радуют. Поэтому к покупке могу рекомендовать тем, у кого руки растут из правильного места, ведь приставка стоящая. Четвертую позицию забирает Topsian H50. H50 работает на четырехъядерном процессоре Rockchip RK3318, который, несмотря на простоту, позволяет без проблем просматривать онлайн-контент даже в разрешении 4К. Стоимость приставки в базовой версии 2,16 ГБ составляет всего 26 долларов. Сердцем нового ТВ-бокса H50 является новый чипсет Rockchip RK3318 с четырьмя процессорами ARM Cortex-A53. Тактовой частотой 1,5 ГГц и графическим процессором Mali-450, который, кстати, поддерживает декодирование видео в H265 и VP09 с разрешением до 4К и 60 фпс. Если говорить про внешний вид, то на боковых сторонах коробки есть порт USB 3.0, второй порт USB 2.0, microUSB OTG, сетевой разъем, выход SPDIF, аналоговый EV-разъем и порт HDMI 2.0, который позволяет выводить видео с разрешением высокого качества. Работает новинка под управлением 10-го Андроида. В комплект входит классический инфракрасный пульт дистанционного управления, кабель HDMI, блок питания и руководство пользователя. Тройку лидеров открывает Xiaomi Mi TV Box S. Mi Box S — это наследник Xiaomi Mi Box. Каких-то технических изменений не произошло, но вот сам бокс и пульт управления получили снижение себестоимости. По программной части приставка получила Android 8.1. Данный TV Box сертифицирован системой Android TV и сертификации от Netflix. Всё приходит в небольшой яркой картонной коробочке. Внутри, как обычно, сама приставка, пульт, ождемый кабель, блок питания и инструкция. По части программного обеспечения приставка получила привычный Android 8.1, хотя не совсем и привычный, ведь он слегка отработан компанией Xiaomi. В целом, стоит понимать, что Android TV — это необычный Android, как на смартфоне, но пользоваться им всё так же комфортно. Что касается технической части, то в этой модели установлен не самый сильный процессор и относительно слабый графический чип, так что многозадачность или 3D-игрушки будут вызывать некие проблемы. Но явное предназначение этой приставки нацелено на медиафункциональность, и с ней она неплохо справляется. Приставка получила 2 гигабайта оперативной памяти. Этого объёма хватает для большинства задач без проблем. По части встроенной памяти здесь всего 8 гигабайт. Поддержки интернет-сети в этой приставке нету, но при необходимости вы можете использовать USB-адаптеры. А вот за беспроводное соединение отвечает двухдиапазонный контроллер. По части воспроизведения контента здесь всё не так уж и плохо. С IPTV проблем вовсе не будет. Ютубы ролики можно просматривать в 4К, 60 FPS и не испытывая дискомфорта при просмотре. Множество кодеков будут запускаться в 4К без каких-либо проблем. А вот проблемы могут возникнуть лишь с работой кодека H.264. Если подводить итог, в целом приставка не идеальная. После покупки она может работать прямо из коробки без каких-то перепрошивок и прочего. Большинству пользователей она точно подойдёт, но, наверное, не для самых требовательных. Вторую позицию забирает SZ-Box TOX-1. Приставка имеет съёмную антенну, усиливающую сигнал Wi-Fi. Разъёмы для подключения расположились по краям приставки. На верхней стороне по центру указано название TOX. В целом приставка выглядит строго и практично. В комплект поставки входит сам бокс, съёмная антенна, пуль дистанционного управления, кабель HDMI, блок питания и инструкция. Приставка имеет два USB-порта версии 2.0 и 3.0. Имеется HDMI-порт, который позволяет установить и подключить приставку практически к люкбому проектору или телевизору. А также он поддерживает HD-звук, что безусловно является большим плюсом для аудиофайлов. TOX-1 работает на операционной системе Android 9. При тестировании базовых способностей TOX-1 показывает себя отлично в таких задачах, как воспроизведение 4К-контента с внешнего носителя или через приложение. Скорость беспроводного соединения держится на отличном уровне. Очевидно, что наличие антенны всё же играет свою роль. В тестах производительности приставка набирает вполне достойные результаты. Что касается хранилища, то это 4 гигабайта оперативной памяти и 32 встроенной, которую можно расширить с помощью карты microSD. Поиграть, кстати, на приставке тоже получится, но опять же, в тяжелые игры вроде танков будут играться только на минимальных настройках и с частотой кадров не более 30. При этом температура приставки будет доходить до 85 градусов. В целом, приставка TOX-1 очевидно заслуживает внимания и при своей относительно невысокой стоимости обладает всеми необходимыми функциями. Ну и первую позицию забирает UGOS X3 Pro. Начнем с коробки. Оно тут довольно дешевое и простое. В комплекте нас ожидает коротенький HDMI кабель, пульт управления, внешний Wi-Fi оттена, удлинитель фотоприемника для пульта, скотч, мануал и блок питания. Что касается комплектного пульта, выполнен он из черного пластика и качество его сборки довольно хорошее. Сам бокс выполнен из металла, сверху на глянцевой крышке нанесен красочный яркий логотип. Спереди находятся вентиляционные отверстия, microSD-карт-ридер, USB 2.0 порт и USB-порт 3.0. Право, microUSB-разъем для зарядки, AV-выход для подключения к внешним дисплеям и старым телевизорам, а также разъем для удлинителя фотоприемника. Сзади расположилась кнопка Reset, позолоченное гнездо для подключения антенны LAN, SP-DIF и снова отверстие для охлаждения. Слева только один HDMI-выход. Приставка, в принципе, почти всеядная. Воспроизводит 4K-видео с частотой в 60 кадров в секунду. HDMI-выход выводит с частотой 75 Гц с поддержкой HDR. Box работает под управлением Android 9.0. Базовый лаунчер полностью информативен и простой в использовании. Поддерживает шторки и статус-бары. В X3 Pro довольно хорошие показатели по памяти, а именно 4 ГБ оперативный и 32 ГБ внутренний. Плюс есть возможность расширения флеш-накопителей USB или microUSB до 32 ГБ. Тест Antutu на этой приставке набирает 96 тысяч баллов, а работает все всегда стабильно. Если кому важно удобство работы за боксом, то бокс поддерживает легкое переключение между фоновыми приложениями и разделение экрана. Ну а ссылки на все приставки этого топа я, конечно же, оставлю в описании этого ролика. Вы же в свою очередь обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Всем удачи! Еще услышимся!